здравствуйте моя семья моя интернет семья и все кто только что ко мне присоединился всем здравствуйте знаете что наша кровь она по составу напоминает морскую воду я как-то об этом говорила и вот этим явлением уже несколько скажем так десятилетий озадачены лучшие умы планеты но знаете не менее загадочен тот факт что она не одинаково у мужчин и женщин у дам циркулирует около четырех с половиной литров крови а вот у мужчин у наших мачо около 6 мужская кровь богаче эритроцитами это красными кровяными тельцами и гемоглобином переносящим кислород вот почему мужчины гораздо лучше нас справляются с тяжестями и переносят физические нагрузки зато у женщин кровопотери восстанавливаются значительно быстрее вот так вот дорогие мои однако кем бы вы ни были аристократом в кавычках голубых кровей или сотрудницей станции переливания крови красная жидкость будет педантично выполнять свою работу одинаково транспортировать кислород и питательные вещества распределять тепло про организму обеспечивать водно солевой обмен и доставлять гормоны вот что делает наша кровушка и мы должны об этом знать я считаю об этом должен знать каждый ребенок уже в восьмом девятом классе и конечно я хочу об этом рассказать чтоб и мои также детки и моя семья и моя интернет семья все знали это для нас для дилетантов по-дилетантский не судите строго но вот вены и артерии я их сравниваю с шоссе а вот капилляры с узенькими улочками маленькие это капиллярки большие это шоссе наше и кровь спешит каждой клеточке организма чтобы доставить питание вот от этого здоровья наша от питания а как насытить кровь почему я столько внимания уделяю крови меня спрашивают я решила сделать полный ответ и так доставить питание кровь должна и забрать отходы все тело пронизано сосудами и сосудиками но больше всего их в руках и ногах в руках и ногах друзья мои вот так а если вытянуть капилляры в одну линию их длина окажется оказывается будет больше 60 тысяч километров они легко теряют эластичность и засоряются вот почему начинать оздоровление организма желательно сосудов поэтому я всегда чищу сосуды я показала свой коктейль с чесноком и тут а вот как вот утром пойдем а вот как запах до 10 дней в марте сделайте вы себе такой коктейль и вы посмотрите вы посмотрите как все изменится вашей жизни вот кровь это просит она хочет почиститься я внизу обязательно сделочку сделаю ссылочку этого коктейля кто еще не знает не делал его то я вам очень советую очень от всей души от всего сердца мне хочется чтоб как можно больше людей на земле было здоровыми не мучились тогда жизнь во всех красках у вас засияет так что оздоравливать организм нужно сосудов из чистки и вообще и чтобы заставить их работать в полную силу регулярно выполняете упражнение вот лягте на спину поднимите руки и ноги и хорошенько потрясите ими вы ощутите как они потеплеют значит капилляры с удвоенной силой принялись за работу знаете клетки крови эритроциты живут 120 суток тромбоциты 10 14 лимфоциты двое а вот лейкоциты всего 10 часов многие знающие люди в том числе и но можно я себя тоже сюда как бы так сбоку припеку поставлю потому что ну я тоже так считаю что источником всех болезней шлаки являются свободно циркулирующие у нас в крови и я советую ну вот своей семье чужим людям или кому-то я не могу советовать своей семье ну и конечно же интернет семьи это те кто подписался подписывайтесь у нас много чего интересного и очень важного важного для жизни и вот я советую регулярно очищать ее от вредных веществ с помощью вот таких коктейлей которые внизу будут обязательно это первое а второе при помощи сокотерапии у меня есть тоже видео как делать сок и очень важный важный овощ в этой сокотерапии для крови это свекла сельдерей морковь вот лучшее чистящее средство а еще также кстати красное яблоко но только яблоко должно быть красно лучшее чистящее средство смесь морковного и свекольного соков вот их ценные компоненты стимулируют кроветворение повышают уровень гемоглобина кстати вишня также растворяют вредные отходы которые покидают кровь непосредственно через поры кожи потеть полезно в течение одного дня нельзя ничего есть зато нужно пить в 5 приемов полтора литра соковой смеси и без ограничения кипяченую воду в теплом виде в целебный коктейль можно добавить и другие соки но не примерно красного цвета например вишневый или ну скажем бузина со смородиной черный великолепно малинку тоже можно добавить знаете не так давно мир охватила диетомания по группам крови и я на эту тему много беседовала со своими подружками придумал такую ерунду питер де адама и вот его теория выглядела логично весьма убедительно организмы людей с разными группами крови по-разному реагируют на одинаковые продукты одни их усваивают другие нет если есть пищу подходящую своей группе без лишних усилий можно похудеть и оздоровиться так считали и вот одна из моих подруг наталья наташенька брун привет тебе родная села на такую диету значит у нее вторая группа как они называются земледельцы у нее было питание значит образ жизни земледельцев там значительно отличался от образа жизни охотников так она считала и мне рассказывала и что они хуже усваивали мясо зато великолепно злаки кисломолочный и так 20 тысяч лет назад появились первые обладатели второй группы прирожденные вегетарианцы употребление мяса как она говорила может спровоцировать у нее полноту хотя домашняя птица не противопоказано и от лишних накоплений как бы ей бы помогло бы избавиться оливковое масло которое рекомендуют заправлять салаты хотя оливковое масло всем и вот она села на такую диету все знаете просидела чуть-чуть там похудела потом снова набрала потом она вот как бы перешла на такой образ жизни сдавали кровь вот ерунда полная вообще полная ерунда все что было и еще какие-то болезни прибавились то есть я сразу вычеркнула на ее примере эту чушь из своего арсенала хотя в блокноте у меня было занесено диетолог питер д адаму сейчас он у меня вычеркнут и занесен в черный список важно знать чтобы кровь не болела ведь кровь как и любой орган да 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 вы не ошиблись кровь орган я так буду называть он может болеть конечно изучением ее недугов занимаются гематологи это их часть программы чаще всего встречается не лекемия или вирус иммунодефицита а анемия и в народе ее называют малокровие вот при этом заболевание уменьшается количество эритроцитов и гемоглобина понятно что это очень плохо отражается на самочувствии человека собирательный портрет малокровного выглядит примерно так бледная кожа учащенное сердцебиение низкое давление усталый вид вялость существует много разновидностей анемии самая популярная железо дефицитное что при этом делать понятно кушать именно те продукты которые содержат железо знаете симптомы какие тянет но если железо дефицит вот я вам сразу скажу несколько таких симптомов которые помогут тянет полакомиться ну мелом или льдом приятен запах бензина волосы и ногти ломкие кожа сухая и частые головные боли вот это железо дефицит и поскольку железо поступает с пищей вот я всегда делаю акцент на питание они на таблетки лучшее лечение это вот яблочки в яблоке очень много железа и продукты также животного происхождения вот китайские чаи лучше полностью исключить еще знаете что вот свежая выпечка тоже снижает усвояемость железа стрессы неправильное питание здорово портит нам кровь ослабляя ее свойства как же восполнить наши ценные запасы есть правильные продукты опять я вот отвечаю на вопрос например вот перед вашими глазками продукты которые просто необходимо кушать чтобы кровушка ваша была в порядке вот мы видим что здесь вот это авокадо дорогие мои авокадо и у меня есть прекрасные рецепты как можно очень вкусно приготовить авокадо покопайте меня много чего интересного только не забывайте конспектировать потому что ну потому что так надо это у вас будет собственная книга где уже вас не обмануть просто не обмануть и не кто вас не сможет присадить на химические таблетки и уничтожить кровь и печень запомните всегда гормоны антибиотики в первую очередь таблетки поражают вашу кровь и дальше печень фильтр который фильтрует эту кровь вот авокадо назначают для лечения анемии а если вы добавите яблочко и вишню вишня у меня сколько деревьев этой вишни я запасаюсь на год вперед замораживаю вишенку вишня улучшает аппетит во многих странах мира и не снится получить вишню где-то достать ее найти а у нас растет себе спокойно она укрепляет сосуды она лечит вашу кровь а черная смородина участвует кроветворение как и вишня является источником витаминов а лук чеснок смотрите на мой коктейль гречка укроп виноград крыжовник земляника вот это все содержит железо то что я перечисляю без которого нормальные процессы кроветворения просто невозможны так что дорогие мои посмотрите еще раз на эту картинку запомните и будьте здоровы а про кровь мы еще много с вами будем говорить я вас всех люблю будьте благословенны вы и ваши близкие пусть господь бог дает вам мудрость дает вам здоровье и благословение прислушивайтесь пока пока я люблю вас